Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала Управда.ру. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Как на предприятиях улучшает здоровье работников? В регионе обсуждают пути внедрения корпоративных программ. Если ты в кооперативе, то все будет продуктивно. Ульяновские фермеры отмечают профессиональный праздник. Новые школы, парки, детские учреждения. Как в населенных пунктах региона формируется комфортная городская среда. Дети победили родителей. В новом городе прошел семейный футбольный матч. Дворовые территории, парки, детские сады, школы, новые коммунальные коммуникации. Все это строится по всему региону. Сегодняшний пример город Барыш. Председатель регионального правительства встретился с жителями. Цель встречи обсудить вопросы благоустройства по программе формирования комфортной городской среды прямо на месте. Посмотреть, что сделано и что еще будет делаться. Подробности у Павла Полового. Формирование комфортной городской среды – сфера, которую затрагивает одноименная программа, успешно реализуемая в Ульяновской области. Новые парки и скверы, асфальтированные дворы, детские площадки и многое другое доступно практически каждому населенному пункту. С ходом благоустройства города Барыш ознакомился глава кабинета министров Александр Смекалин. Сейчас вот здесь делаете, остальные горожане будут говорить. Ну здесь-то хорошо, а нам? А у нас расписано. Поэтому эту программу тоже мы должны реализовывать. Хорошо, что двигается. Вот. Этому главу поддерживайте. Ему есть. Он за вас бьется, молодец. Там он нам жизнь спокойно не дает. Конечно, у современного муниципального руководства не должно быть самоцели замучить региональное правительство жалобами на жизнь и просьбами. Однако современный мониторинг предлагаемых программ поможет построить и сохранить то, что есть. В этом смысле национальные, региональные и федеральные проекты – великолепный выход для муниципалитетов с небольшим бюджетом. Главное – грамотно составленные документы и созидательная активность. И тогда любая программа станет незаменимым инструментом формирования современной и комфортной реальности. Она затронула уже у нас несколько микрорайонов, в том числе и вот здесь, центральный микрорайон. Здесь началось с развития вот этого детского городка. Здесь был пустырь, здесь проходили канализационные и водопроводные трубы. Все убрали, спрятали, закопали, провели капитальный ремонт. Сейчас есть на что посмотреть и проводят здесь все детские мероприятия. За асфальтированные дорожки разбит сквер, отремонтированы дома и дворовые территории. Жители микрорайона довольны. Началась программа Путина, как говорится. Он нам дал старт, чтобы у нас было красиво около домов. Конечно, Сергею Ивановичу спасибо огромное Морозову, что тоже он нас поддерживает в этой программе. Мы рады, рабочие работают тут замечательно. И цветники будем делать, и рассаду делаем. Все сделаем, как положено. В этом году в Ульяновской области на благоустройство дворовых территорий по проекту формирования комфортной городской среды регион уже направил свыше 250 миллионов рублей. Услышать жителей и реализовывать проекты с учетом их мнения. Вот к чему призывают члены регионального и федерального правительств. Дело за муниципалитетами. Важно помнить, что просидев спокойно сейчас можно оставить родной населенный пункт без благоустройства на много лет. Павел Половов, Руслан Баталов, новости Уллправды ТВ из Барышского района. В регионе снимут фильмы о культуре и традициях народов, проживающих в Приволжском федеральном округе. С 15 июля по 15 октября в Ульяновской области будет реализован проект аудиовизуальной энциклопедии «Возвращение к истокам». Это серия этнографических экспедиций, результатом которых станет 14 видеофильмов о культуре и традициях народов, проживающих в нашем федеральном округе. Проект разработан автономной некоммерческой организацией Центр социального и межкультурного партнерства «Содружество» совместно с Самарским отделением гильдии межэтнической журналистики и поддержан грантом президента России. Инициаторы проекта считают, что его реализация создаст условия для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-надраственных ценностей народов России. В Ульяновске обсудили пути внедрения на предприятиях корпоративных программ по укреплению здоровья работающего населения. К слову, на некоторых площадках программа успешно работает. На одном из предприятий побывал наш корреспондент. В рамках недели национального проекта «Демография» прошло совещание, посвященное внедрению корпоративных программ, укрепляющих здоровье работников различных организаций. Нацпроект выведен в демографию. Он влияет и на здравоохранение, и на общедемографические показатели. В региональном проекте, который называется полностью «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни», включая здоровое питание и отказ от врезанных привычек, определены три основных направления. Первое направление – это формирование среды, способствующие введению граждан в здоровый образ жизни, включая здоровое питание. Депутаты законодательного собрания, представители городской администрации, специалисты отдела охраны здоровья граждан, главные врачи учреждений здравоохранения собрались в областном центре оказания помощи лицам, пострадавшим от традиционного воздействия и профессиональной патологии, чтобы обсудить ряд вопросов. Считаю, что все направления национального проекта здравоохранения направлены не только на то, чтобы вылечить уже заболевшего, а направлены на то, чтобы вовремя выявить различные заболевания, и вовремя действительно вылечить и вернуть в строй, будь то ребенок, будь то взрослый. Но и одним из направлений является как раз и диспансеризация, ежегодная диспансеризация работающего населения. В современных условиях развитие системы сохранения и укрепления здоровья работающих граждан невозможно в отрыве от производства, поэтому создаются специальные программы. Хотя бы начать с обычных физкульт-минуток, которые были раньше, с обычной зарядки. Не надо там в течение рабочего дня выделять какое-то количество, большое количество времени. Вот участие в соревнованиях между предприятиями, между, допустим, отделами, между подразделениями того или иного предприятия. Это не обязательно делать в рабочее время. Наверное, не столько важно, что это будет в рабочее время, а главное, чтобы люди занимались этим. В 2016 году на территории области началась реализация проекта «Здоровое предприятие», направленного на улучшение состояния здоровья работающих граждан. Сегодня в эту программу вовлечены 474 предприятия региона. Ежегодно по результатам соревнований, оздоровительных мероприятий, делается отчет на отчетно-убранном собрании профсоюзной организации, где отмечаем лучших, достигнутых результатов. Сколько человек бросило курить, сколько в этом году человек меньше заболело на предприятии. То есть идет анализ, потому что это влияет на экономические показатели предприятия. На Ульгес сегодня действует корпоративная программа и коллективный договор, где прописаны сроки и порядок проведения различных спортивных и оздоровительных мероприятий. Работникам созданы комфортные условия для занятия спортом. Забалансированное питание в столовой, современный спортивный зал, новый инвентарь и отремонтированные раздевалки. А после изнурительных тренировок по футболу, волейболу и настольному теннису команды могут восстановить свои силы в сауне и бассейне. Занимаюсь спортом и после работы, и вот когда удается в обеденный перерыв немного. Руководство поддерживает развитие спортивного направления, поэтому нам очень удобно. И хорошо, что есть такой спортивный зал большой. То есть тут не только в теннис мы играем, в волейбол играем, часто проходят спартакиады. Участники круглого стола также отметили, что пристальное внимание должно уделяться здоровью сотрудников вредных производств. Сегодня 85% предприятий, имеющих токсичное производство, вошли в корпоративные программы. Отметим, что в рамках нацпроекта «Демография» правительство Российской Федерации ожидает, что к 2022 году корпоративные программы по укреплению здоровья охватят более 33 миллионов граждан, работающих на производстве. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов, Руслан Баталов. Новости Улл. Правда. ТВ. Парусная регата «Огни и венца» состоится в Ульяновске. Традиционная регата пройдет на этой неделе на акватории Куйбышевского водохранилища в районе пляжного комплекса «Роза ветров». Торжественное открытие соревнований состоится на базе Заволжского яхт-клуба. Всего запланировано провести 5 гонок. Старт 1-й, 10 июля в 10 утра. В день закрытия соревнований, 13 июля, участников и зрителей ожидает награждение победителей и призеров парусной регаты. Начало в 16.30. Сельскохозяйственные кооперативы давно показали себя как успешная форма хозяйствования. На данный момент в Ульяновской области зарегистрировано 61 объединение фермеров. С профессиональным праздником сельских работников поздравляли в Новоспасском районе. Там же губернатор посетил молодую семью, пробующую свои силы в животноводстве. Василий и Ирина Плехановы из Троицкого Сунгура долгое время мечтали о своем личном подсобном хозяйстве. В 2017 году мечта стала реальностью. Своими силами семья построила мини-ферму из 10 молочных коров. По хозяйству парь помогают 5 сыновей. Свежим и качественным молоком Плехановы снабжают местный кооператив «Станичный». Сейчас у меня 10 коров двойных. 4 уже коров отелилась, 3 бычка, 1 тёлочка. И в дальнейшем ещё ждём, что 3 коровы должны отелиться. В июне Плехановы победили в конкурсе на получение грантов в рамках целевой программы «Начинающий фермер». Сертификат на 1 миллион 200 тысяч рублей семье вручил личный губернатор Сергей Морозов. На эту сумму фермеры приобретут ещё 10 коров. Естественно, ферма одна из уникаленческих. И вот это, что касается на сегодняшний день, это оператива «Станичный» плюс, соответственно, малых форм хозяйственных и крупных предприятий. Это «Себёс» – это наш колодок проекта, который на сегодняшний день показал, действительно, хороший результат. И такой же логичный проект мы позволим менять не только, но и только коротокровицы, или у меня. Кстати, в разведении крупного рогатого скота молодой семье помогают специалисты животноводческого комплекса «Агронептун». А благодаря грамотному индивидуальному подходу к каждой бурёнке и сбалансированному питанию, фермеры получают больше молока. Мы видим, что на данной ферме показатели даже немножко выше, чем у нас на ферме. Это как раз-таки за счёт того, что сбалансированный рацион, который Василий Клеханов может себе позволить купить здесь, на данной ферме. Далее губернатор отправился на встречу с фермерами и кооператорами, где обсудили проблемные вопросы и дальнейшее развитие. Заодно глава региона осмотрел выставку специализированного автотранспорта и продукцию товаропроизводителей. Губернатор Ульяновской области объявил тематическую неделю федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство», в рамках которого реализуется наш проект «Создание системы поддержки фермеров развития сельской кооперации». Цель проекта – это вовлечение в субъекты малого и среднего предпринимательства за все годы реализации проекта 1636 человек. Это к 2024 году. Одно из направлений развития малых форм хозяйствования является как раз развитие кооперации. На данный момент в регионе зарегистрировано 61 потребительский кооператив. Общая сумма поддержки по всем направлениям, в том числе грантовой, составила 144 миллионов рублей. Во многом благодаря таким вот наработкам и лучшим практикам, накопленным за годы, мы с вами смогли с высоких позиций начать работу в формате национального проекта. На встрече соглашение о сотрудничестве подписали профильное министерство и корпорация развития предпринимательства. Стороны обязались взаимодействовать по вопросам организации малого и среднего бизнеса на селе. Дарья Сударева, Юрий Тимонин, Новости Уллправда ТВ из Новоспасского района. В Ульяновской области началась уборочная кампания. Официальный старт работам дан вчера в Новоспасском и Корсунском районах. В этом году аграриям региона предстоит провести уборку сельскохозяйственных зерновых и зернобобовых культур на площади более 650 тысяч, а технических культур более 250 тысяч гектаров. Как отмечают в профильном министерстве, в целом готовность сельхозпредприятий к уборочной кампании составляет 100%. В общей сложности 2049 комбайнов будут работать на территории нашего региона. При этом общее количество сельхозтехники превышает 7,5 тысяч единиц. В Ульяновске восстановлен памятник на могиле Ивана Петровича Громова, участника Великой Отечественной и Советско-Японской войн. 8 сентября 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования, на фронтах борьбы с японскими милитаристами и проявленные при этом мужество и героизм, он был достойен высокого звания Героя Советского Союза с ручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». После окончания войны Громов служил во внутренних войсках МВД СССР, в том числе в Ульяновске. Под звуки оркестра в торжественной обстановке сдернуто полотно с нового гранитного памятника, установленного на могиле Ивана Петровича Громова, единственного в Ульяновской области Героя Советского Союза, который в мирное время служил во внутренних войсках. Он похоронен на Аллее Славы Северного кладбища в 1993 году. Со временем надгробие на могиле Героя стало разрушаться. Ветераны войсковой части 6672 Росгвардии, организованной на базе батальона внутренних войск МВД СССР, которым командовал Громов, выступили с инициативой установки нового памятника. Принимало участие управление Росгвардии, ветеранские организации принимали участие, родственники принимали активное участие. В общем-то, достаточно активно. И даже Речпорт принял участие в нашем благородном патриотическом воспитании молодежи. Мы считаем, что это не памятник одному человеку, это памятник в целом, ну, всем нам. На открытие памятника приехала одна из дочерей Ивана Петровича, Надежда Ивановна Громова, глухонемая с рождения. При помощи сурдопереводчика она немного рассказала о своем отце. Мой отец очень был добрым, очень скромным человеком. Очень часто его приглашали в школы, как ветерана. Он рассказывал про свои подвиги, про подвиги своих товарищей. В церемонии открытия памятника приняли участие учащиеся Ульяновской средней школы номер 10. В ноябре прошлого года, накануне 105-й годовщины, со дня рождения Ивана Петровича Громова, в Ульяновской школе номер 10 было присвоено имя героя. Событие, которое нас здесь собрало, оно очень знаменательное. Мы восстанавливаем связь времен, мы открываем памятник Громову Ивану Петровичу, в честь которого названа наша 10-я школа. И действительно, это не случайно, потому что память о прошлом – это наши дела в настоящем. Это пример уважения. И, конечно же, это и есть патриотическое воспитание наших девчонок и мальчишек. Это не единственное захоронение, на котором обновили надгробие. Как сказал директор Центра патриотического воспитания населения Ульяновской области и подготовки молодежи к военной службе Валерий Почтарев, в дальнейшем в регионе работа по восстановлению захоронений героев будет продолжена. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды. В Ульяновске состоялся семейный футбольный матч. Товарищеская игра с участием команды воспитанников «Дюсш Старт» и их родителей, посвященной Дню семьи, любви и верности, прошла вчера в Новом городе на стадионе «Старт». В мероприятии приняли участие две команды. Матч завершился со счетом 3-2 в пользу команды детей. Депутат Ульяновской городской думы Дмитрий Кочкарев вручил победителям заветные кубки. По словам директора детской и юношеской спортивной школы Валерия Коробкова, игра прошла в теплой семейной обстановке. Кроме футбольного матча для участников провели эстафету и конкурс пенальтистов. Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки в регионе ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Завтра в Ульяновске столбик термометра удержится на отметке 22 градуса по Цельсию. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Магнитное поле неустойчивое, ультрафиолетовый индекс средний. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале управда.ру по будням в 18.50. До завтра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова